Всем привет! С вами Елена и вы смотрите канал СМИРУ ПО ФАКТУ. В мире существует огромное количество болезней. Со многими из них человечество научилось бороться. Но есть такие редкие и очень необычные заболевания, которые практически полностью меняют внешний облик человека и ставят медика всего мира в тупик. К счастью, они настолько редки, что большинство из нас о них даже и не слышали. В небольшой рыбацкой деревеньке в Индонезии живет необычный мужчина, которого прозвали Человек-дерево. Его руки и ноги покрывают редкие наросты. Из-за них его конечности стали напоминать ветви дерева. Его зовут Деде Касвара. И первая история о нем. 36-летний Деде Касвара живет во власти огромных древовидных образований, покрывающих его руки и ноги. Печальная история Деде началась, когда ему было 15 лет. В результате несчастного случая он порезал свое колено. На его голени вскочила небольшая бородавка, вслед за которой бесконтрольно начали появляться другие. Американские специалисты, осмотревшие Деде, выяснили, что страшная напасть Касвара была вызвана вирусом под голома человека. Болезнь не так уж и редка. Но из-за чрезвычайно редкого иммунодефицита, который оставило тело Деде практически беззащитным, вирус распространился и захватил все его тело. Деде Касвара решается на операцию. Мы решили удалить бородавки как можно скорее. Операция должна быть срочной. Во время операции по удалению наростов с тела Деде была удалена большая часть опухоли, в том числе около 1,8 кг бородавочной ткани только с его ног. Его руки по-прежнему похожи на массивные глыбы. И теперь, впервые более чем за 10 лет, он может им что-то делать. Но, к сожалению, уже через 15 дней после окончания лечения бородавки Деде начали возвращаться с нелидной скоростью. И по истечении 4 лет после операции Деде вернулся к отправной точке. Следующая история о 18-летнем мальчике, больным с синдромом протея. Из-за его болезни его голова разрослась до ужасных размеров и продолжает расти. Его имя Сейн Монтасли. Смотрим его историю. Сейн Монтас Сейн Монтас Пакистанец, который страдает очень редким врожденным заболеванием под названием синдром протея. Болезнь выражается в чрезмерном быстром росте костей и тканей отдельных частей тела. Людей с подобной болезнью называют еще люди-слоны. Их совсем немного, не более 120 человек во всем мире. Живет Сейн в пакистанском городе Лохор. Все местные жители хорошо его знают за необычную внешность. Так голова Сейна выглядит весьма странно. Она неправильной формы и просто огромная. Неправильная форма череп с сильно выдающейся костью на лбу и несколькими наростами. Нарост на спине, напоминающий горб, изуродованные руки и ноги. Все это следствие очень редкой болезни, известной как синдром протея. Несмотря на то, что природа обошлась с молодым человеком очень жестоко, Сейн не теряет оптимизма. Он уверен, что рано или поздно врачи найдут способ помочь ему. Последняя история о человеке-пузыре. Так его называют из доброкачественной опухоли бития пузырей, Покрывающей всю поверхность его тела. Его имя Лоу Таян. И о нем наша следующая история. В столице Индонезии, Джакарте, живет мужчина, который прятался с людей почти 40 лет. Динамичная жизнь Джакарты стала для Лоу Таяна недосягаемой роскошью. Все потому, что он боится шокировать людей своим чудовищным видом. Энг, как его называют родственники, Страдает неизлечимой генетической болезнью нейрофиброматоз первого типа. Это доброкачественные опухоли, которые распространились по всему телу Энга. Но что удивительно, мужчина болен только внешне. Все внутренние органы совершенно здоровы. К тому же эта болезнь заразна. Как рассказывает младший брат Энга, Салим Сасмита, внешний вид его несчастного брата навсегда был таким. Все началось с 15 лет, когда во время игры в футбол Энг упал и поранился. На месте раны образовалась опухоль. Которая начала распространяться по всему телу, и вскоре на его теле не осталось места нетронутой этой страшной болезни. В течение 40 лет Энг прятался от людей. Но однажды одинокая жизнь отшельника закончилась. Благодаря фотографу-фрилансеру Юди Сукма Вихая. Он опубликовал снимки Энга в местной газете, и про него узнали многие. Теперь Энг перестал прятаться от прохожих, а в своем районе он большая знаменитость. На этом все. Посмотрите наш предыдущий выпуск и подписывайтесь на наш канал. Хочешь знать больше о нашем интересном мире? Тогда подпишись на этот канал, а также посмотри другие наши видео о самых красивых местах на Земле, а также о самых быстрых существах на нашей планете. Субтитры создавал DimaTorzok